Здравствуйте, меня хорошо слышно. Меня зовут Владимир Павлов, я работаю архитектором компании Саплавс Болгария. Я сегодня буду говорить, как это по-русски, откладка и профилирование облачных приложений, ну как это можно сделать, какая проблема и как ее решить. Ну поскольку я не чувствую себя очень уверен говорить по-русски, еще много терминов здесь, я даже не знал, что дебаггинг это, в сущности, откладка, или что даже таблета это планшет, так что я сейчас, извините, буду переключен на английский, но в конце, если у вас вопросы будут, можно задавать по-русски тоже, по-английски, как вам лучше, я постараюсь тоже отвечать по-русски, если могу, если нет, на английском. Ну да, давайте, поехали. Кто я такой? Как я сказал, я архитектор, разработчик, я работаю в SAP Labs Болгария, я работаю на платформе SAP HANA, облачной платформе, у меня более 15 лет опыта работы с корпоративными Java архитектурами, с middleware, программными средствами промежуточного уровня, Java EE Fan, я фанат Java EE, я также член экспертной группы Java EE 6, я разрабатывал спецификации для этой платформы, для шестой версии, и я регулярно выступаю на конференциях, и также я являюсь ментором, так сказать, в Твиттере вы можете меня найти, и есть великолепная картинка, если вы на стенд SAP подойдете, вы увидите там под зеленым холстом, что я там нахожусь, так что я на минутку стал однажды знаменит. Ну вот, мы говорим о отладке и профилировании приложения. А в чем проблема, собственно говоря? Как решить эту проблему с помощью SAP HANA, с помощью инструментов на платформе SAP HANA и виртуальных машин? Я, собственно, не хочу здесь какие-то слайды показывать, я хочу провести лабораторные демонстрации, но для начала, для того, чтобы создать общий контекст, я несколько слайдов покажу, такие. Вот просто, чтобы вы себе представляли, такой будет у нас общий фон, что такое платформа SAP HANA, это платформа как услуга, платформа за сервис, ПААС, вы знаете, что такое САС, ПААС, ИАС, вот оно все. Программное обеспечение как услуга, платформа как услуга, инфраструктура как услуга, далее идет инфраструктура, HANA Cloud, облачная платформа HANA, где это у меня, стоп, стоп, ага. Да, HANA Cloud платформа, это платформа от компании SAP, и это единственная платформа, которая предоставляется на условиях платформа как услугой, которая работает в памяти, с базой данных SAP HANA, которая работает в памяти, и это очень мощная платформа для поддержки приложений в реальном времени, не только транзакционных, но и аналитических. И облачная платформа SAP HANA позволяет разрабатывать облачные приложения для срочных потребностей бизнеса, мобильные приложения, социальные сети, порталы и другие приложения. Вы также можете расширять существующие приложения от SAP, Oracle, Salesforce, для того, чтобы максимизировать существующие инвестиции в эти решения, чтобы вы могли предоставлять новые модели, новые пользовательские интерфейсы, новые рабочие потоки поддерживать на основе существующих данных, которые у вас есть у вас в ваших помещениях, а также в облаке HCP, HANA Cloud Platform. HCP можно подключать к этим системам и расширять их, используя новые пользовательские интерфейсы, используя новые сценарии. И можно интегрировать разные системы воедино, SAP, других вендоров, с тем, чтобы у вас было подключенное цифровое предприятие. Итак, какие языки программирования можно использовать в HCP? Можно Java использовать, безусловно. Это, конечно, стандартный язык, сертифицированный профиль. Он работает на Java 678. На какой хотите мы можем разрабатывать, устанавливать, использовать Java-приложения в облачной среде. Это хорошо для комплексных интеграционных проектов. Можно также использовать так называемый XSJS для приложений JavaScript. Это полезно, когда вы хотите сократить габариты вашего решения, габариты приложения, и не хотите устанавливать отдельный сервер приложения. Для аналитических сценариев хорошо применяется. И, конечно, мы можем использовать для легких приложений, работать с HTML5, вот с такой парадигмой. Мы можем использовать существующие шаблоны SAP UI 5. Можем подключаться к существующим системам, визуализировать их. Я теперь буду говорить о том, как отлаживать приложения, особенно Java-приложения в облаке. Итак, профилирование и отладка облачных приложений. Есть очень много хороших инструментов уже сейчас для этой цели. Именно для Java. Мы счастливы, потому что такие инструменты есть. Так в чем же проблема? Если вы знаете, Java – это протокол отладки JDWP, довольно сложный. Он требует очень большого общения между клиентом и машиной. И если вы отлаживаете в облаке, а облако у вас не, так сказать, на вашей машине, а где-то находится, то есть вы по глобальной сети должны связывать, то есть возникает задержка. Облако – это не локальная сеть, а глобальная сеть. Особенно если канал с узкой пропускной способностью, то задержка может быть достаточно большой, неприятной. Производительность получается невысокой. Маленькой, так скажем. И поэтому в облачных сценариях практически JDWP работает плохо. Если вы хотели, когда-нибудь пробовали на удаленном сервере что-то отладить, то понимаете, насколько это сложно, насколько это плохо работает. Поэтому далее я буду показывать вам демонстрацию. Я покажу вам, как HANA Cloud Platform работает на виртуальной машине Java. И как она помогает. Я не говорил про SAP JVM, Java Virtual Machine, виртуальная машина Java. Это стандартная виртуальная машина Java. И это открытый проект. Здесь имеется возможность поддержки более старых архитектур и операционных систем, которые SAP поддерживает. Ну, давайте теперь переключимся на демонстрацию. У меня очень простое приложение. Вот оно, Java E6, сервлетка, JPA, CDI. Кто из вас знает концепцию Java EE? Хорошо. Половина, по крайней мере. Ну, в общем, на самом деле, это простое приложение, как видите. Ничего особо сложного тут нет. Это просто «Привет, мир!» Вот такого типа приложения. Просто оно демонстрирует нам, каким образом работает технология, как разные технологии взаимодействуют друг с другом, и как мы можем разработать какой-то сценарий профилирования и отладки. Вот, в приложении ничего особенного здесь нет. Вызов. Ну, во-первых, в сервлете я создаю объект «Принтер». Команда «Inject Printer». Это аннотация CDI. Я создаю принтер. Я даю задание напечатать что-то на стандартном райтере. Вот выйдем на принтер. Посмотрим, как он выглядит. Принтер получает приветствие. Приветствие – вот оно. Простая строка. Добрый день. Good afternoon. И дальше. Ну, то есть принтер использует этого для приветствия CDI, для начала работы. Здесь начинается уже транзакция. Новая сущность. Новый пользователь. Значит, здесь ему вычисляется по случайному принципу идентификатор. Вот, таким образом, мы добавляем этого последнего созданного человека в список, даем ему то же самое приветствие, и печатаем в базе данных количество сущностей, которые туда введены. Ну, как это все работает на платформе HANA? Кто из вас разрабатывали Java-приложения на Eclipse? Ага. Те же самые люди. Хорошо. Да. Потому что есть NetBeans, там Intelligent ID, там разные есть возможности, ну, разные вкусы есть. Так что вы знаете, что такое, что за среда, которую я использую. Для того, чтобы установить это приложение, я создаю стандартный сервер, как WTP, в Eclipse это делается. New, сервер, новый сервер. Выбираю тип сервера. Ну, пусть будет на платформе SAP HANA, облачной платформе. Это я уже по умолчанию сконфигурировал. Я, наверное, должен был сказать, что у нас есть несколько дата-центров, где работает платформа SAP HANA. Один в Германии, один в Голландии и два в США, один в Австралии. Есть Soda у нас для облачных решений, Ariba, SuccessFactor. Ну, мы с другими дата-центрами работаем. Мы месяц назад открыли какой-то центр для SuccessFactor. Кстати, здесь, в Москве. И мы сюда хотим тоже перенести платформу SAP HANA. Может быть, в будущем году мы это сделаем. Но я просто объясняю о ландшафт. Здесь Landscape Host, это хост, говорит о том, где мы будем работать. OnDemand.com, это по умолчанию адрес дата-центра в Германии. Далее мы указываем имя приложения. Приложение HelloCDI. Это аккаунт. Это мой аккаунт. Имя пользователя, пароль, ничего особенного. Нажимаю Finish и создается серверная абстракция для среды, где я устанавливаю свое приложение. Видите, как все быстро работает. Ничего особенного делать не надо. Я просто создаю некий скелет. Далее мы должны установить приложение. Стандартная функция в Eclipse. Просто перетаскиваю по экрану проект на сервер. Перетаскиваю, сбрасываю. Здесь это потребует некоторого времени, потому что сейчас этот проект должен быть открыт в облаке, в репозитории, который где-то находится в облаке. Оно открыто. И дальше мы должны запустить приложение. Это тоже потребует времени. Нам надо, наверное, тайм-аут остановить по умолчанию 2 минуты, но когда я тестировал, я видел, что сеть работает медленно и, наверное, может потребоваться больше времени. Давайте просто на всякий случай поставим 5 минут. Обычно 2 минуты хватает для простых проектов. И все, да, начинаем. Запускаем приложение. Старт. Ну, может быть. Что сейчас происходит? Мы запустили приложение. И двоичный код из репозитория берется. Создается новая виртуальная машина в облаке. Выделяется, создается среда исполнения для приложения. Устанавливается приложение в этой среде, на этом сервере. Сервер запускается, естественно. И больше всего времени уходит на выделение ресурсов. На создание виртуальной машины. У нас, конечно, есть пул виртуальных машин, готовых, чтобы оптимизировать процесс. Но, тем не менее, требует время. Не этот процесс, чтобы конкретный код встал на конкретную машину, запустился на ней. Это может занять минуты-две. А пока, если у вас есть какие-то вопросы, я могу ответить на один-два. Есть вопросы? А вот облако, на чем оно построено? И вот мы запускаем там сейчас какой-то сервер, какой-то дистрибутив. Ну, вот такие низкоуровневые моменты вы можете прояснить? Да. Окей. Я по-английски вам буду отвечать, так мне легче. Да. Ну, в общем, рантайм, среда исполнения Java E6 основана на Apache Tomcat. Apache Tomcat. Может быть, Eclipse здесь интегрирует Java с OSGI. У нас есть, даже для Java серверов, рантаймов, у нас есть три типа. Один, это чистый Tomcat, другой Tomcat OSGI, третий, вот этот Java E6. Такие три профиля. И все зависит от того, ну, что здесь загружается. Это Eclipse, Tomcat в нем, Eclipse, CDI открывается. Ну, для CDI тоже есть поддержка. Ну, я как-то ответил на ваш вопрос. Виртуальные машины, основанные на SUSI Linux, Enterprise Server. Это вы хотели узнать? Или, ну что? Ну, раньше VMware, VMware теперь Zen. Это проприетарная интеграция, вот так. От третьей, с третьей попытки ответил. Да. Но пока что мы видим, что сервер запустился. Давайте посмотрим, давайте откроем приложение в WebCapsule, где мы находим всю информацию про ваше приложение, где вы видите все данные, и где вы можете управлять жизненным циклом приложения. Вот общая страница, общий обзор, вот URL, приложение, hana-on-demand.com, это по умолчанию. Также доступен дата-центр EU1, тоже немецкий. Отсюда я могу получить доступ к приложению и посмотреть, что получается в результате. Вот мы видим, что есть проблема. Слишком много времени уходит. Но вот есть, да. Я получил не совсем то, что мне было нужно. Там было, помните, добрый день, CDI, пользователь такой-то, вместо добрый день здесь хай. Почему? В чем проблема? Как-то, во-первых, производительность это проблема, во-вторых, результат напечатано не совсем то, что я хотел. Все очень просто, но я просто показываю вам, как вы хотите получить одно, получаете другое. И потом полмиллиона записей в базе данных, и, в общем-то, поэтому и ответ занимает столько времени. Что можно сделать? Давайте решим проблему с производительностью, потому что она более важна для меня. Давайте это закроем или как. Пусть будет открыто, потом понадобится мне. Профилирование интегрировано с JVM. С JVM. Открываю профайлер здесь. Здесь перезапуск не происходит. Это просто стандартная строка в меню, в Eclipse. А на самом деле почти сразу профайлер начинает работать. Закрываю Explorer. И тут я вижу разные параметры, которые я могу увидеть в этом SAP JVM профайлере. Анализ размещения. Где находятся объекты. По каким методам они распределяются. Анализ параметров метода. Файловой структуры ввода-вывода. Это вот производительность. Анализ производительности. Где у меня узкое место. Давайте проведем такой анализ. Мне нужно опять запросить приложение, с тем, чтобы профайлер его увидел. Проанализировал. Как видите, он... Ну, время то же самое. Не задерживает он. Анализ можно остановить. Stop analysis. И вот моя производительность. Вот snapshot. Я посмотрю на методы, которые вызываются во время исполнения. Вот они. Ну, по-разному можно посмотреть. Иерархический, плоский. По ID, по методу, по имени. Давайте по методу. У меня только один поток параллельных сессий нет. Давайте посортируем по времени. ЦПУ 2 секунды. 2, 2, 2. Я могу отфильтровать, но я уже увидел. Вот мой код. Вот он здесь. Почти все время он занимает. Так. Тогда я правой мышкой щелкаю. И хочу посмотреть методы, которые вызывает мой код. Так. И вот я могу открыть то, 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 то. Вот от сервлета вызывает принтер. Это неудивительно. А принтер вызывает другие методы. Два метода. Но это совершенно мало. Миллисекунды. Они не оказывают особого влияния. Неважно. Больше всего времени отнимает почти 100%. Это Get Result. Получить результат. Это запрос к JPA, провайдеру. У которого мы просим представить список результатов. И если мы глубже копнем, то мы увидим, что делает этот запрос. Что там исполняется на провайдере. Но здесь совершенно понятно, что список Get Result List. Вот он и вызывает основную задержку. Вот это наше узкое место. И я тогда выхожу на принтер, чтобы посмотреть, как вызываются результаты. Вот они. Get Result List. Значит, вызывается он этим запросом. Вот здесь задержка. В JPA это называется All Persons. Все лица. Немножко, мне кажется, это подозрительным. Выбрать P из Person P. То есть все записи в базе данных просматриваются. Только для того, чтобы опубликовать последнюю запись. Самую свежую. Глупо, конечно. Если мы знаем, что самое последнее нам нужно, зачем нам просматривать все. Ну, вот вы понимаете меня, что здесь явная, так сказать, не состыковка. То есть мы увидели неоптимальный запрос. А почему неправильные данные он мне выдает? Ну-ка, запускаем отладчик. Не перезапускаем. Мы просто на лету переходим в режим отладки. Это функция SAP JVM. И давайте снова откроем класс Sprinter. Поставим здесь точку перерыва. точку прерывания. И запустим наш сценарий. Так, нужно переключиться в режим отладки. Переключаемся. И давайте посмотрим, что у нас тут есть. Вот у нас что-то есть. Только давайте посмотрим greeting, приветствие. На самом деле здесь не greeting, а informal greeting, неформальное приветствие. Что значит неформальное приветствие? Что это за класс? Вот он greeting, давайте смотрим этот тип, как он выглядит. Экран маленький, не очень удобно, но ладно. А вот, да, вот мое неформальное приветствие, которое я вызываю на самом деле. Потому что на принтере, как вы видите, вот здесь, видели или нет, помимо inject, у меня есть еще, он informal, квалификатор CDI, который говорит CDI, чтобы они с этим квалификатором выдавали приветствие. А это приветствие неформальное. А неформальное приветствие, hi, это не доброе утро, привет. Поэтому у меня и получился не тот, не то приветствие получилось на выходе. Я могу здесь вот так поменять, написать просто «Добрый день» и все. Могу поменять то, что это все. Но только при перезапуске, при повторном запуске приложения это все будет работать. Потому что только при запуске меняются параметры CDI. Вот, а если я просто поменяю код, то она и будет работать сейчас, как работает. Если я просто поменяю, если я просто удалю informal, то ничего не изменится, пока я не перезапущу. Но я просто показываю, что я могу поменять код, что я могу, это стандартная функциональность. Я поменял код, я написал «Good Afternoon», где она у меня, где у меня точка. «Останова». Ладно, давайте продолжим дальше. И мы должны что-то увидеть. Как изменилось на выходе. Ага, по крайней мере, «Добрый день», CDI. Ну вот, это была моя демонстрация. Буквально несколько слов в заключении. Все это, ну, вы можете сами попробовать. Вы можете получить это все. Вот, hcpsub.com. hcpsub.com есть сайт. Вот, вы можете туда зайти, зарегистрироваться. Где это? Второй шаг. Значит, вы можете создать бесплатный аккаунт. Он через 30 дней не прекратится, и через 90 дней не прекратится. Он не имеет ограничений по времени. И дальше вы можете просто смотреть, какие сервисы у нас доступны, строить свои облачные приложения. И помимо открытых стандартов, помимо open-source, на котором построена платформа, она открыта и в плане коммуникаций и информации. Вы можете найти множество информации вот по этим ссылкам. Документация там есть. Можете загрузить комплекты разработчика SDK. Можете загрузить инструментальные средства. Можете найти курсы бесплатные, онлайновые. OpenSup.com и в Академии Хана. В YouTube можете посмотреть. Там все это выложено. Такая у нас есть Академия в YouTube. Много видео. Много учебных видеоматериалов. Примеры кодов. Мы публикуем каждые две недели новые апдейты нашей платформы. Это все можно найти в нашей сети, нашего сообщества, в девцентре SEM, в Twitter. В подкасты каждые две недели появляются новые. В iTunes можете послушать. Так что спасибо. Спасибо, Владимир. У вас есть вопросы? Есть возможность задать вопросы. У нас буквально есть еще 4 минуты. Пожалуйста. Есть вопросы? Отлично. Был столь понятный, вразумительный доклад. Все-все понятны. Давайте еще раз поблагодарим Владимира. Спасибо большое.